Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. И сосредоточимся на матче из четвертьфинала пути РПЛ. На матче, который, кстати, недавно мы видели в рамках чемпионата России. Ну а теперь продолжение банкета уже в Кубке. Спартак сыграет с Уралом. Несколько дней назад, как я уже отметил, они встретились лицом к лицу в рамках РПЛ. Там все закончилось ничейным результатом, ну и, в общем-то, достаточно серьезным судейским скандалом. Поэтому сейчас встреча должна получиться очень интересной. И здесь, что у Спартака, что у Урала, есть серьезная мотивация. Давайте ее разберем и давайте проанализируем сильные и слабые стороны обеих команд перед этой встречей. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. В свое время я его, к сожалению, забросил, но сейчас стараюсь регулярно выпускать новый контент. Я делаю обзоры на последние фильмы, а также сериалы, например, на Король и Шут, The Last of Us или новенькую Черную Пантеру. Ну и плюс к этому обсуждаю последние новости из мира кино. Например, премию Оскар. Кому она досталась, почему и так далее. Ну и плюс к этому здесь будут проводиться стримы на киношную и сериальную тематику. Так что, если вас интересуют фильмы, сериалы и мое мнение о них, то проходите по ссылочке в описании. Жду вас на своем втором канале. Итак, по нашей традиции мы начинаем разбор будущих соперников с Андердога, которым здесь является Урал. С другой стороны, мы должны понимать, что здесь Екатеринборсы, хоть и не смотрятся так предпочтительно, как Спартак, но вполне себе способны подарить нам очередную сенсацию, потому что эта команда сама по себе одна большая сенсация. После прихода Гончаренко и множества новых игроков, этот коллектив превратился в одну из самых опасных команд России. И недавно в матче со Спартаком они вновь показали зубы. Поэтому здесь давайте разберем, какие у них есть козыря в рукаве и в чем их преимущество. Итак, во-первых, судя по недавнему матчу в чемпионате, мы понимаем, что Урал знает, как играть против Спартака. Да, там, разумеется, можно долго рассуждать о том, что судья отнял у Спартака заслуженную победу. И я считаю, что, в принципе, такое мнение вполне себе обосновано. Но, с другой стороны, никто не будет спорить с тем, что Урал дал бой Спартаку. И после целого ряда неудачных матчей, когда красно-белые раз за разом обыгрывали Екатеринбургсов, настала пора и для ничейного результата. Так что здесь, на самом деле, очень неприятный оппонент достался красно-белым. И вот такая вот злая ирония судьбы. Спартак вышел в следующий раунд вот этого самого пути РПЛ и попал на очень неприятный Урал. А Локомотив, который как бы проиграл Спартаку в предыдущем раунде, попал на представителя футбольной национальной лиги. Ну и здесь, как говорится, непонятно, у кого более выгодный жребий и более выгодный путь к финалу Кубка России. Но да ладно, это отдельная тема для разговора. Из важных преимуществ Урала с точки зрения игровой механики следует, конечно, отметить их физуху. Это одна из самых мощных команд России, одна из самых высоких. И здесь они могут буквально затоптать Спартак. Да, у красно-белых тоже очень высокий средний рост по составу. Но Урал в этом смысле. Это просто какие-то великаны, какие-то гулливеры, по-другому и не скажешь, которые пришли с уральских гор и готовы здесь показать всем кузькину мать. Поэтому в данной ситуации Екатеринбуржцы, если не смогут обыграть Спартака, они могут попытаться, так скажем, забодать его в физическом плане. Также хотелось бы обратить внимание на то, что у Урала может быть определенное преимущество на некоторых позициях. Начнем с вратарской зоны. Здесь Спартак будет рассчитывать на Максименко. Ну, потому что Селихов дисквалифицирован, ну и вообще это Кубок России и так далее. И Максименко, конечно же, неплохо. Однако, глядя на то, что творит Помазун в последних матчах, мне кажется, что здесь у Урала может быть определенное преимущество на данной позиции. Все-таки Помазун – это вратарь сборной России. Ну и вообще Помазун за последнее время очень здорово прибавил. Так что здесь посмотрим, чей вратарь окажется надежнее и харизматичнее. Плюс к этому мы должны понимать, что Спартак по-прежнему не может рассчитывать на обоих своих нападающих. Соболев и Николсон дисквалифицированы, поэтому придется вновь что-то изобретать впереди, пытаться выстроить игру без классического центра форварда. Зато у Урала здесь все просто великолепно. Каштанов есть, Бекфалви может выйти на позицию второго форварда. Все это, ребята, техничные, оснащенные, с галеодорскими качествами. Каштанов в последних матчах вообще невероятно эффективен практически в каждой встрече, либо гол, либо голевая передача. В общем и целом, получается, что здесь тоже, наверное, преимущества определенные в центре нападения у Урала. Также отметим, что Спартак сейчас достаточно уязвим в обороне. Чернов, который на старте второй части сезона выглядел шико не лучшим центральным защитником России, выпал из-за травмы. И в результате сейчас у красно-белых есть достаточно серьезная пробоина на этой позиции. Маслов и новичок Дуарте не особо справляются с ролью замены для Чернова. Поэтому тут могут возникнуть трудности. К тому же, если посмотреть на оборону Урала, она пусть и не идеальна, но сама по себе достаточно интересна. Здесь есть способные игроки, футболисты сборной России. И, что очень важно, уральская оборона более сыграна, чем спартаковская, которую сейчас приходится перестраивать из-за травмы. Здесь заплатка на заплатке. То есть в данной ситуации Урал может достаточно эффективно пользоваться проблемами соперника. Тем более, что играя на выезде против Спартака, Гончаренко может без зазрения совести отойти в оборону, выстроиться в автобус и ловить красно-белых на контрвыпадах. А против такого футбола порой бывает тяжело командам, которые действуют в позиционном нападении. Тем более, в позиционном нападении без центра форварда. Поэтому здесь, скажем так, красно-белые вполне возможно столкнуться с очень неприятным колючим оппонентом, который будет сидеть в обороне и который будет очень опасен с точки зрения контрвыпадов на ослабленную спартаковскую защиту. Ну и плюс к этому нужно отметить, что Гончаренко сам по себе превратился в очень крутого специалиста по Спартаку. Он, будучи тренером ЦСКА, сколько раз пил кровь красно-белым и сейчас великолепно разбирает спартаковскую игру. Поэтому здесь Гончаренко в тренерской дуэли с Абаскалем может оказаться вновь достаточно серьезным оппонентом для испанца. В общем, будем посмотреть. Ну и плюс к этому, мне кажется, что для Урала, объективно говоря, этот турнир и этот матч все-таки имеют большее значение и большую мотивацию. Тут есть и много бывших армейцев, спартаковцев и так далее, для которых встреча в принципе особая. Здесь и Гончаренко, который будет сверхмотивирован. И для команды в целом кубок — это шанс на трофей, шанс на победу. И вообще выезд в Москву для них — это сумасшедшая мотивация. Матч против, наверное, самой популярной по-прежнему команды России. В общем, здесь на самом деле у Урала мотивационный плюс, конечно же, присутствует. Что касается Спартака, на их стороне свое поле, разумеется, которое помогает. Здесь же нужно отметить и преимущество игровое на большинстве позиций, в полузащите, в атаке. Если не брать центрального нападающего, тут в целом Спартак, конечно, интереснее. Да, у них нет классического центра фойварда, но есть Промейс тот же самый. Да, у них не самая идеальная ситуация в полузащите, но она работает и создает моменты худо-бедно. Поэтому на данных позициях у Спартака, конечно, будет определенное игровое преимущество. И несмотря на огромное количество травм, у Спартака вполне возможно будет преимущество и в плане глубины, в плане скамейки запасных, для того, чтобы, так скажем, прибавить во втором тайме, используя перестановку. Ну и вообще, Спартак, по моим ощущениям, несмотря на все проблемы, потихонечку выходит на хороший физический уровень, потихонечку разгоняется. В матчах с Локомотивом в кубке чувствовалось, что команда далека от оптимальных кондиций. Сейчас, на мой взгляд, коллектив после четырех матчей немножко продышался и пробегался, и поэтому игра у Спартака идет. Да, они с большим трудом все-таки добиваются побед, зачастую на характере, за счет воли и героических усилий, но игра потихонечку прорисовывается вновь, и комбинации, и все остальное. Поэтому, в целом, я считаю, что Спартак фаворит. Но у Урала очень много преимуществ, о которых мы уже говорили. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube-канал. Ну и, разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.